Трактовка Вы сделали фильм, допустим, о Довлатове. Это фильм о писателе Довлатове, о явлении по имени Довлатов. А на самом деле получился в значительной степени фильм как бы Довлатов глазами жены. Вы знаете, вот допустим, к юбилею Юлиана Семенова, был фильм сделан там Семенов, точно не помню, там глазами дочери Ольги, там одна из дочерей рассказывала, и там тоже были материалы, фотографии, бла-бла-бла, все что положено. Но там как бы, там сразу по-честному сказали, что здесь мы видим трактовку заведомо субъективную. Смотрите, в одном из интервью вы сказали, что вы делаете этот фильм как бы для героя, что вы представляете, что вы с героем фильма сидите, причем на расстоянии удара. Не на таком, как мы с Яшей сейчас находимся, я знаю, что у вас аллергия, поэтому мы на дистанции держим животное. Ну, наша задача пристроить животное, чтобы его кто-нибудь из зрителей забрал, поэтому нужно, чтобы он все время был в кадре у нас. Хотя разговор у нас такой, что... Не, ну меня тоже нужно пристроить, и я тоже периодически в кадре. Вы все время в кадре, да. Смотри, значит, вы ведь тем самым как бы признаете, что в этой ленте не должно быть ничего того, что бы могло обидеть, оскорбить или унизить персонажа. Погодите, это дискуссия в никуда. Это совершенно не... Сколько в Индии богов? Спрошу я вас. И отвечу, 33 миллиона. Что такое 33 миллиона богов? Это есть обоготворенные человеческие качества. У вас есть такое качество и такое, и такое. Про каждого из нас можно сделать условно 33 миллиона фильмов. Позвольте мне иметь в виду свой ракурс. Позвольте мне увидеть те качества, которые я вижу, вы не можете отрицать их наличие. Мои качества и выбор этих качеств продиктован любовью. Позвольте мне отобразить эти качества чуть значительнее, чем остальные качества. Никто не претендует на объективную картину. Человек сам себя воспринимает очень по-разному в зависимости от ситуации. Учтите, не надо искать и не надо мне предъявлять претензии, что у меня нет вашего Довлатова. У меня нет вашего Довлатова. Лучший способ ответить на музыкальное произведение... Сочините свое музыкальное произведение. Я не могу не заходиться, потому что культурные пробоины сегодняшнего дня давно уже держат нас на дне. Дамы и господа, люди работают такое-то количество времени. Имейте уважение к тому, что люди делают. Ничего плохого люди не делали. Они делали то, что они считали нужным делать. И это я не вам адресую, это я говорю в целом, вообще. Когда отсутствуют культурные коды, когда есть культурные пробоины, дайте возможность. И не надо нам говорить, что здесь нет вашего Довлатова или такого Довлатова, или вы слишком молоды, чтобы понять, что было в Советском Союзе. Все написано. Франциско Гоя говорил, мой любимый, о том, что приведение, которого я не могу нарисовать, не существует. Все, о чем Довлатов, им написано. Поэтому написано Сергеем Довлатовым. Но я отображаю то, что отзывается во мне, и то, что я хотел бы из этих условных 33 миллионов качеств, в нем выделить. Понимаете? Ну, обсуждайте, ваш это или не ваш, Довлатов. Вы продолжите обсуждение, а мы пойдем новое кинцо сделаем. Это очень тяжелый процесс. Очень тяжелый. Мы не пользуемся поддержкой государства и так далее. Мы делаем это сами, потому что это есть восстановление некой культурной цепочки. Вы пользуетесь краудфандингом, да? Ну, частично краудфандинг собрал нам совсем немного. Это позволило там сделать тот-то, и это очень мало было. По сравнению с общим бюджетом, это был там процент. Понимаете? Два процента. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.